На семинаре по трансгуманизму, московские наши друзья приезжали молодые, эту тему, структуру эволюционных уровней, уже затрагивали. Тогда я рассказывал уже про стволовой элемент эволюционного уровня и обещал, что расскажу более подробно. То есть тема сегодня – структура глобальных эволюционных уровней. Что под этими глобальными эволюционными уровнями подразумевается? Прежде всего, можно выделить физический уровень, химический уровень, биологический и социумный. То есть мы говорим, что эти эволюционные уровни, мы их рассматриваем якобы по стрельбе времени, Т, и говорим, что вот есть некоторые между ними точки перехода. Также мы можем рассматривать все эти уровни и как уровни вообще мироздания, то есть как мы живой организм можем рассматривать и на физическом уровне, и на химическом, и на биологическом, и на социумном. И также мы можем вот эти все уровни рассматривать как глобальные системы. То есть можем рассматривать физический мир, химический мир, биосистему, целиком биосферу и социум. То есть в данном случае мы особо не разделяем, не рассматриваем эволюционную их последовательность, а рассматриваем как глобальные системы. И в частности нас интересует социумная система и биологическая система, как наиболее изученная, о которых можем говорить. Именно об эволюции. Мы, конечно, знаем физическую и химическую, но там проблема с эволюцией более сложна. Если мы говорим об именно эволюционных уровнях, будем рассматривать биологическую и социумную систему. И ставим задачу, сможем ли мы найти какую-то однопразную структуру в этих системах, на этих уровнях. То есть как-то мы сравниваем животный мир, биологический мир, социумный мир. Ну, помимо такой банальной связи, что коллектив это организм, больше и прийти ничего не приходит. Для начала мы поставим такой вопрос. Сможем ли мы вообще указать границу между биологическим и химическим, и аналогично между биологическим и социумным уровнем? То есть есть какие-то вполне однозначные границы. Ну, обычно с биологическим и химическим разница говорят о клетке. То есть вот мы берем некая клетка, есть, и говорим, что клетка это первый живой элемент какой-то, первый живой объект, который до него не было ничего живого, была химия, и определяет начало биологического этапа, появление первой живой клетки. Значит, если мы рассматриваем живую клетку, то с химической точки зрения, то ничего, кроме каких-то химических процессов, вот я рисую до этой линии, и назвать их автокаталитические процессы, автокаталитический синтез, то в клетке мы ничего не заметим. И если мы, например, возьмем, нарисуем вторую клетку, и здесь тоже нарисуем автокаталитический синтез, то, в принципе, на уровне химическом мы имеем дело с синтезом некоторых полекул, не биологических, а чисто химических. И если не рассматривать биологические, с биологической точки зрения, просто ее чисто химию. Но, если мы нарисуем здесь, скажем, такие хромосомки, ну вот хромосомки, и вот нарисуем вот эту стрелку, и напишем, что это хозпроизводство. То есть, здесь химические реакции замкнуты, здесь химические реакции замкнуты. И у нас получается, что есть некий процесс, который мы определяем как деление клетки, который воспроизводит целиком всю химию с одной клетки на другую, на две других. То есть, это не химический процесс, это не химическое явление, это не химическое событие, это некий процесс воспроизводства, на котором нет прямой связи по синтезу между двумя клетками. И этот процесс воспроизводства, воспроизводства, мы можем назвать жизнью. И здесь самое главное, что? Что жизнь это воспроизводство химических реакций не химическим способом. То есть, это воспроизводство химического синтеза не химическим способом. То есть, вот мы определили некоторую грань между химией и биологией. То есть, когда биохимия замыкалась, каждая реакция вызывала другую реакцию, вызывала цепочку реакций, это был химический уровень. Но если появилось нечто, что воспроизводит ценно-химический комплекс как единое целое, не химическим способом, потому что деление клетки это не химическое, то есть, и у нас получается, что жизнь это воспроизводство химических реакций, химического синтеза не химическим способом. Так, здесь рисуем некий биологический организм, нам знакомый, который мы сами представляем, да, из себя некий биологический организм, вот, и на биологическом уровне, на биологическом уровне он воспроизводится. Здесь можно тоже написать какие-то хромосомки, вот, на генетическом уровне один биологический организм воспроизводит другой биологический организм. Попробуем по аналогии здесь, как у нас был нехимический способ воспроизводства химического синтеза. Значит, здесь мы должны искать небиологический способ производства биологической, важного для воспроизводства биологии. То есть здесь мы должны нарисовать, скажем, наш топорик, написать производство, и написать разум, разум, разумная система. Это производство, производство небиологическим способом биологического воспроизводства. То есть та же схема, когда мы биологически важную активность какую-то поддерживаем небиологическим способом, который не фиксируется на уровне генома, не фиксируется на уровне воспроизводства генома. Точно так же, как здесь, химические реакции воспроизводятся не непосредственным синтезом, а через некое биологическое воспроизводство. То есть мы получили, во-первых, принцип, по которому мы разделяем два уровня, уровни между собой. Это нетипичный для нижнего уровня выполнение некой операции на предыдущем уровне, нетипичный для синтеза воспроизводства, нетипичный для воспроизводства производство. Здесь следует отметить, что речь идет не просто о использовании орудий неких, которые используют обезьяна, может использовать птицы, а именно воспроизводстве этих орудий в поколении. То есть производство их для того, чтобы они передались из поколения в поколение, и сам принцип производства их передавался из поколения в поколение. То есть у нас получается новая связь биологических организмов, не основанная на генетической связи. То есть как здесь у нас было, новая связь между биологическими организмами воспроизводства не основана на непосредственном химическом. Так у нас здесь тоже. Новая связь между биологическими организмами не основана на биологическом воспроизводстве. А культура тоже включена в производство? В культуре активно потом. В данном случае мы говорили только о принципе, как мы можем разделить вот эти, где проходит граница, как ее можно провести. Помимо того, что мы и провели эту границу, мы также получили даже некоторое определение, что такое жизнь и что такое разум. Жизнь это не химический способ воспроизводства химического синтеза, разум, разумная система. Это не биологический способ производства биологически важных элементов жизни. Еще мы что получили? Мы получили, что жизнь и разум, как системообразующие факторы вот этих двух систем, не являются признаками, свойствами, атрибутами самих элементов. То есть не человек является разумным, не комплекс химических реакций является жизненным, а именно та система, в которой это воспроизводится, и та система, в которой производится. То есть человек становится разумным только включенным в социум, и химические реакции становятся биологическими только включенными в жизнь. То есть сам по себе геном, ДНК, биологические молекулы, они не являются биологическими, в смысле химическими молекулами, не являются биологическими. Они становятся биологическими только включенными в воспроизводство. Так и человек является разумным только включенным в производство. Здесь включенным в воспроизводство, здесь включенным в производство. Хорошо. Да, наверное, имеет смысл это оставить пока, а перейти на другую часть. Так, и тут же мы что еще выяснили, помимо того, что этих определений, мы еще выяснили, что у нас есть некие элементы одного и другого уровня. Элементами, минимальным элементом биологического уровня является клетка, минимальным элементом социумного уровня является человек. И теперь начнем анализировать эти элементы. Сейчас мы, то есть это было немножко такое теоретическое, а сейчас чисто эмпирическое. Значит, вот мы берем, значит, биологическое здесь у меня будет, здесь будет социумная часть, а здесь мы берем элемент уровня, да, элемент уровня. То есть вот есть некий элемент, системный элемент. Для социума это у нас человек, для биологического это клетка. Теперь начинаем говорить, что присуще, какие атрибуты и какие признаки присущи и клетке, и человеку в разных эволюционных системах. Первое. Это уникальность. Так получилось, что клетка у нас на единственном генокоде. Уникальный генокод. Все клетки, все, все живое построено на одной единственной клетке, на одной ДНК с единственным уникальным генокодом. Также человек, человечество, социум построено на одном виде. Хомо сапиенс. Хотя мы прекрасно знаем, что было много параллельных приматов, которые двигались к социальности, но остался только один. Вполне возможно, что и на предбиологическом уровне у нас было несколько вариантов кодов, но выжил один. То есть это эмпирический факт. То есть эмпирический факт, который мы выясняем, что элемент уровня, элементарный элемент, центральный элемент, он у нас является уникальным. Так, второе. Он у нас консервативный. За всю историю развития, эволюции биологической системы клетка практически не изменилась. То есть современная клетка, у нас стволовая клетка человека, практически ничем не отличается от первых клеток и первых ядерных клеток. Человек биологически от первого хомо сапиенс практически не отличается. Ну, чуть подростков, но практически. То есть эволюция уровня, здесь у нас 4, ну 3 миллиарда, там 3,5 миллиарда, да? Вот, здесь у нас, сколько миллионов там лет человека? Мельбет, 3-4 миллиарда. Ну, 3,5 миллиарда, ну, 3 миллиарда. Ну, вообще, хомо сапиенс чуть позже. То есть, что современный человек считается? Чего? Со временем? Хомо сапиенс. Миллион где-то. 2 миллиона лет. 2 миллиона, да? Вот, за эти 2 миллиона лет, то есть практически никаких изменений биологических, и вся эволюция биологического и социального этапов не была связана с принципиальной эволюцией самого главного элемента. Третий признак, третий признак, это специализация. То есть, у нас появились нейрон, скажем, клетка мышцы. Здесь нарисуем квадратного, здесь яйцеголового. Ну, подразумевая специализацию профессиональную. Разделение труда. Ну, разделение труда, специализация профессиональная на различные виды деятельности. То есть, и в этом случае, и в этом случае, несмотря на уникальность, консервативность, наблюдается специализация. Но при этом, при этом следует отметить, что специализация никак не противоречит уникальности и консервативности. Поскольку специализация идет всегда из уникального элемента, то есть всегда сохраняется стволовая клетка, а потом она специализируется. Сами элементы специализированные не появляются сами. Точно так же уникает универсальный человек ребенок, он универсальный изначально, потом только специализируется на какие-то профессии, на какие-то роды деятельности. Б. То есть из уникального элемента. Второе. Всегда эта специализация связана с объединением содержания. То есть специализированная клетка нашего организма, она объединена генетически относительно стволовой. То есть там заклинена часть генетической информации. Точно так же каждый профессионал идет с объединением относительно универсального человека. То есть это не противоречит уникальности консервативной специализации. И. Третье. Именно благодаря этой специализации мы наблюдаем появление новаций. То есть появление новаций всегда связано именно со специализацией, то есть образованием неких систем из специализированных клеток, из специализированных элементов. Итак, значит, у нас есть элемент, который уникальный, консервативный, специализируется. И эта специализация связана из уникальных элементов идет с объединением содержания. И благодаря этой специализации у нас появляется возможность появления новаций. И потому что у нас, значит, этот уникальный элемент имеет какие-то специфические свойства стволовой клетки, я предложил его называть и дарил его называть стволовым элементом. То есть на каждом уровне, в каждой системе у нас можно выделить стволовой элемент, который характеризуется. Если мы возьмем химический уровень, стволовым элементом будет атом, на химическом уровне будет нуклон, есть еще протобиологический уровень, на котором будет молекула белка. И основана, и там же у нас везде есть уникальность. Уникальность на протоне, на нуклоне, уникальность на элементе углерод. То есть точно так же уникальный, то есть белок, вся белковая жизнь на протобиологическом этапе состроена на одном уникальном элементе углерод. Точно так же у нас был уникальный, здесь ДНК, уникальный генетический код, генетический, генетический код, а здесь у нас уникальный Homo sapiens. Так, теперь переходим к следующему, именно к самой структуре. То есть мы разобрались пока с основным элементом. который я назвал стволовой элемент. Там еще, кстати, прекрасный, хорошо пишет и сделаем. Может как-нибудь не стволовой, типа ключевой? Стволовой. Потому что он... Это же по аналогии. Стволовая клетка, которая сохраняется... Итак, начинаем. Опять же сейчас нужно чуть помельче, потому что... биологический, суциумный. Так, и у нас есть вот здесь стволовой элемент. Вот он, стволовой элемент. Значит, это у нас будет человек, здесь у нас будет клетка. Так, значит, у стволовой элемента, это мы уже говорили, есть системный атрибут. Системный атрибут. Системный атрибут. Системный атрибут у стволового элемента солнца, это разум. Разум. Здесь системный атрибут жизнь. То есть принадлежность системному уровню. Жи. Жи. Жизнь. Есть носитель системного атрибута. Носитель. И что у меня? Написали на компьютер уже. Носитель системного атрибута. Атрибута мозг, мозг, ДНК. Так, носитель системного атрибута. Так. И есть базовый процесс. Так, системный атрибут. Нет. Извиняюсь. Третье-ка я действительно... Если полоток вырежешь, то вырежешь, если нет, то и нет, без разницы. Значит, еще мы выяснили, кроме системного атрибута жизни и разума, у нас есть базовый процесс. Базовый процесс. Базовый процесс. Производство. Здесь госпроизводство. На предбиологическом будет синтез. На химическом у нас будет процесс. На физическом переход. Это базовые процессы, которые реализуются на этом уровне, как центральные. То есть центральным базовым процессом в жизни является воспроизводство. Вся жизнь направлена на воспроизводство. И все новации направлены на интенсификацию воспроизводства. Это базовый процесс социума производства. Производство отношений и производство элементов, поддерживающих биологическую жизнь стволового элемента. Так и обозначим, что базовый процесс нам обеспечивает воспроизводство или производство стволового элемента. Дальше есть программный атрибута. Здесь немножко с терминологией будет. Я описал это давно статью. У меня программным атрибутом где-то был сознание. Но сознание не в смысле данности, первичности, а сознание, которое часто используется как сознание человека. Он сознательный. Весь комплекс психический сознательный. То, что человек получает воспитание, образование, сознание. Нет, сознание индивидуальное. Здесь имеется индивидуальное сознание. Здесь ДНК, программный элемент. То есть программный элемент обеспечивает преемственность стволовых элементов в базовом процессе. То есть преемственность, сохранность, уникальность ДНК и сознание обеспечивает в производстве сохранность стволового элемента. И программный атрибут держится у нас на носителе программного атрибута. Носитель программного атрибута. Мозг. Носитель программного атрибута обеспечивает консервативность. То есть ДНК не меняется практически структура на всем уровне развития. И мозг тоже практически не меняется. Растет. И ДНК тоже растет по объему. Но принципиальная работа механизма ДНК и сознания не меняется на всем промежутке. Аналогия немного странная между ДНК и сознанием и мозгом. Носитель сознания. Носитель генокод. Генокод имеется в виду геном. То есть геном, в котором записано... Во-первых, сейчас мы начнем говорить о специализации. Специализация дается путем изменения сознания. Есть универсальное сознание, исходное. Дальше специализация идет. У нас сознание есть профессиональное. Сознание это такой обобщенный комплекс психической деятельности, психически-интеллектуальной деятельности. Сознание основано на работе мозга. Генокод на работе ДНК. Любая инновация, которая появляется у нас в социуме и в биологии, записывается в программном элементе. Либо в генокоде, либо в сознании. Разум это обобщенное системное свойство, как жизнь. Это разумное производство и жизненное воспроизводство. Разум не именно индивидуальный, а как атрибут системы. Сознание было написано, что мышление? Я переправлял статью, потом решил оставить. Правильное, конечно, мышление. То есть давайте, потому что сознание... Я так и думал, что будет запутано. То есть если мышление мозг и ДНК, генокод. Ну да, вот это логично. Да. И генокод и мышление нам обеспечивают специализацию. То есть у нас получаются элементы, стволовые элементы с различной специализацией. За счет генокода и за счет мышления. То есть воспитание, вышление и изменение генокодов в эволюции обеспечивают нам некую специализацию. И эта специализация обеспечивает появление организма. Объединение специализированных клеток. Организм. Это биологический организм. А здесь у нас коллектив, сообщество. Общество. Ну не общество, это как бы вообще сообщество. То есть за счет перепрограммирования программного атрибута обеспечивается специализация. Специализация и специализированные элементы объединяются в организм. И там, и там. Причем еще следует отметить, что процесс организации организма одинаковый на обоих уровнях. То есть мы можем взять некий универсальный элемент. Он сначала специализируется последовательно. Что это значит? Мы берем первобытного человека. Он выполняет и охоту, и готовку орудия. И остается универсальным. Мы берем клетку. Она переходит сначала в одно состояние, в другое состояние. Объединяется в кегломерат. И потом опять уходит в универсальное состояние. Потом происходит... Вот эти универсальные состояния упираются. Остаются только специализированные. И объединяются в сообщество. По специализациям. То, что было последовательно, становится параллельным. То есть мы имеем новоклеточный организм и разделение труда. То есть есть производство, и есть сельское хозяйство, охота. Кто-то занимается сугубо... То есть это в пределах организма. Дальше. И цель организма – выполнение базового процесса. То есть точно так же, как и сам базовый процесс воспроизводства, обеспечивая сначала воспроизводство и производство элементов, то теперь организм интенсифицирует базовый процесс. Это воспроизводство и производство. Здесь у нас интенсифицируется производство за счет организма. А здесь воспроизводство. Еще одна функция организма, которая свойственна и биологическому, и социальному системам. Это охрана или обеспечение деятельности стволовым элементом. То есть у нас всегда внутри многоклеточного организма есть стволовая линия клеток, половая линия клеток, которая обеспечивает защиту, и плюс еще активное воздействие на половую линию клеток в эволюции. Точно так же у нас внутри социумов, объединений, сообществ есть дети, и сообщество обеспечивает им защиту и активное воздействие на изменение программного элемента. То есть наличие стволовой линии клеток в биологических организмах обеспечивает активное изменение генокода, а в социумах активное изменение мышления, которое потом обеспечивает специализацию. То есть это одинаковая функция, как среда для уникальных и универсальных элементов, начальных, в которых они потом специализируются. Уникальные стволовые элементы специализируются внутри организма, и дети тоже специализируются внутри организма, в социуме. Дальше мы начинаем рассматривать уже множество организмов. На определенном этапе, на заключительном этапе эволюции каждого уровня у нас образуются виртуальные... А, нет, подождите еще рано. Значит, когда у нас образуются организмы, у нас появляется кроме базового процесса производства и воспроизводства некоторый дополнительный процесс, который должен обеспечивать взаимодействие стволовых элементов внутри организмов. Направленный не на воспроизводство, не на производство, а новый побочный процесс, новый побочный процесс, который, можно сказать, производный базовый процесс. Производный базовый процесс в биологическом организме – это психика. То есть психика непосредственно не направлена на воспроизводство. Она направлена даже на производство новых отношений в текущий момент. То есть это психика. А в социуме отношения между элементами – это как раз культура. Производный базовый процесс. То есть культура непосредственно. Культура относится к науке, искусству, религии. То есть производный базовый процесс, То есть он не направлен напрямую на производство, но обеспечивает целостность и согласованность элементов внутри организма. Организм, в нем есть элементы специализированные психикой возраста. Психика обеспечивает центральная нервная система, психика обеспечивает согласованность элементов внутри организма. Тяжело? Сейчас закончу. И теперь на последнем этапе у нас образуются некоторые сообщества уже организмов. Был организм? Организм. Сообщество организмов на биологическом этапе – это стаи. Сообщество организмов на конечном этапе – социумного уровня. Ну, скорее всего, это наш интернет, который вообще не направлен на производство никак. То есть стая на воспроизводство уже никак не направлена. То есть это некое отношение, оторванное уже от воспроизводства и, в принципе, даже не регламентируемые генетически, а часто передаваемые от поколения в поколение через обучение и образование, через подражание и обучение. Казалось бы, стая – это адаптационный механизм. А стая, может быть, это все-таки сообщество? То есть загрубляется? Нет, нет, это сообщество на человеческом уровне. А на животном уровне стая? Нет, на животном уровне организм, а после стая. Ну, в стае тоже как в сообществе есть разделение. Нет, нет, нет. Это есть сообщество. Так стая, казалось бы, это механизм адаптации просто. Обычный механизм адаптации. Нет, это механизм обеспечения развития производства психики. Ну, типа, прай для львов может охотиться на слона. Ну, а один льв на слона охотиться не может. Ну, то же самое и со стая одноклеточных, да? Да, он тоже может охотиться на слона, да. То есть в любом случае… Это большая стая. Нет, то, что все это действует на эволюцию, это все. Понимаешь? Все, это все идет в эволюционный процесс. Просто в данном случае мы говорим о структуре. То есть вот если у нас на каком-то этапе возникло организм, потом возникло сообщество организмов. Здесь у нас тоже возник организм, потом возникло сообщество организмов, которые не направлены уже на воспроизводство. То есть стая, прямую воспроизводством не занимается. Интернет тоже производством не занимается. Ну, так можно сказать, как и культура. Культура тоже, да. Я про что хочу сказать, потому что такое ощущение, что различным пунктам придается некое произвольное значение для того, чтобы получить некий заранее угадываемый результат. Ну, конечно. Нет, ну, конечно. Ведь на них же можно посмотреть как-то совсем иначе. Ну, давай попробуем. Да, на другом. И не будет такого красивого отношения. Мне на самом деле кажется, что стая и сообщество – это одно и то же. Да, нет. Я же смогу понять, что происходит. Нет, нет. Это одно и то же. Значит, если… Сейчас я зачитаю, что это одно и то же. Первокупные люди тоже развиваются? Нет, нет, нет. Влад, я сегодня не буду рассматривать конечный вариант. Он звучит вот так, что на конечном этапе формирования эволюционного уровня вот это образование является прообразом организма на следующем этапе. То есть звучит теоретически так, что вот это образование, виртуальное образование является прообразом организма на следующем этапе. То есть организм у нас является… Вот поэтому сообщество и стая – это одно и то же. А организм, организм этого уровня является базовым элементом следующего. Некий универсальный организм уровня. Универсальный организм. То есть если у нас на протобиологическом уровне у нас организм является автокаталитический цикл, этот универсальный автокаталитический цикл становится стволовым элементом, клеткой на следующем. Соответственно, интернет-сообщества будут… С интернетом? …новыми, новой сфер социальной инструктурой. То есть там получается так, если точно разбираться с интернетом, то на все вопросы, что является стволовым элементом, что является организмом, что является виртуальным, над организмом, все интернетом. То есть мы просто… у нас нет языка и нет структуры разобраться в будущем. Но если разбираться вот в предыдущих, там все как бы в эту схему укладывается. Я могу в завершении быстренько… А можно вопрос? Да. Откуда, я так не понял, у вас психика так раз вдруг всплыла? Как урегулирование элементов в организме. Некий процесс, некий процесс побочный, базовому, который призван соотносить элементы, специализированные в организме. То есть когда вы согласуете движение своей руки, двух рук, вот этим занимается психика. То есть если это психика считать и у животных, и у людей, да? Нет. У людей это совершенно другое. У людей на этом уровне соотношением элементов в организме занимается культура. То есть культура – это тот же процесс по структуре революционного уровня в социуме, как и психика на биологическом уровне. В целом у нас получается такой расклад. То есть если мы выбираем системные атрибуты, системные атрибуты – разум, жизнь и базовые процессы. То есть системный атрибут на химическом уровне реакция, базовый процесс – это процесс. На протобиологическом уровне каталис, синтез, жизнь – воспроизводство, разум – производство. На последнем этапе базовый процесс творчества. А вот как назвать системный уровень, что это, системный атрибут – непонятно. Да вот еще мне просто интересно. Здесь же и другие методы организации. Например, сообщество глистов может организоваться на почве одного из янтого человека. И вот есть ощущение, что интернет похоже на сообщество глистов, на социуме, а не на некий новый принципиальный этап эволюции. Ты путаешь интернет как явление? Нет. И людей, которые в интернете там… Дело в том, что интернет – это объединение неких организмов. То есть если правильно назвать вот этот проторганизм, который следующий, виртуальный, то его нужно назвать так, что это некое объединение, совершенно никак не влияющее на базовый процесс. То есть интернет не занимается производством и стая не занимается воспроизводством. Это объединение, уже принадлежащее следующему уровню. Могу быстренько зачитать. Вот это же немножко странно, потому что это необычный взгляд на стаю. Потому что все время казалось, что стая – это адаптационный механизм. То есть адаптационный механизм здесь и есть везде. По этому, в смысле, она занимается и воспроизводством. Нет, непосредственно… То есть организм непосредственно занимается воспроизводством. Воспроизводится целиком, сам себя воспроизводит. Стая не воспроизводит сама себя. То есть она способствует, как психика и культура способствуют воспроизводству, но она не занимается непосредственным воспроизводством. Но здесь действительно нужно некий такой вот элемент абстракции мышления, чтобы понять, что да, вот действительно мы можем выделить системный требует, базовый процесс, программный требует, носитель программный требует, организм, и все это в параллель идет дополнительный базовый процесс, который занимается психикой и культурой, и в конечном итоге приходит к некому. Вот есть, то есть сейчас нет времени, то есть я не буду этим заниматься, есть, я только зачитаю коротенький, принцип перехода между уровнями. Вот. Значит, принцип перехода между уровнями. На текущем уровне сформировано в достаточной степени универсальный организм, который может стать стволовым элементом новой эволюционной системы, то есть способный к специализации без значительных структурных изменений, что было и с хомо сапиенсом, и с клеткой у нас. Производный базовый процесс, производный базовый процесс, это у нас психика и культура, производный базовый процесс достигает такого уровня самостоятельно, что может быть однозначно поддержан таким организмом, будущим стволовым элементом, без фиксации в программном атрибуте предыдущего стволового элемента. То есть психика может быть поддержана без фиксации в геноме, и культура может быть поддержана без производства, без фиксации в мышлении. То есть культура уйдет, вся интернет туда-куда-то, и не будет поддержано мышлением. Это о будущем, если вы говорите. Вот. И организм обладает адекватным носителем нового программного атрибута. Значит, и вот иллюстрация такая, что, значит, развитие одной из веток биологических организмов закономерно привело к формированию элементов новой эволюционной системы. Значит, первое. Организм гоминид настолько универсален, что может быть специализирован без какого-либо существенных парфологических изменений, только за счет сознательных вариаций поведения. Исследование он удовлетворяет основному критерию универсального стволового элемента системы. Гибкость и универсальность отношения организма гоминид со средой обеспечили вывод прежнего производного базового процесса биосистемы на уровень базового процесса новой эволюционной системы. Новый программный атрибут стволового элемента мышления позволил однозначно поддерживать производство отношений между организмами и средой без фиксации в программном атрибуте предыдущего этапа, геноме. Носителем нового программного атрибута, безусловно, явился развитый головной мозг гоминид. Наслух, конечно, плохо воспринимается, но в принципе, в принципе, статья есть. А почему интернет, а не что-то связанное с техносферой, с роботосферой? Это производство. Это все касается именно производства. То есть производство, оно, скажем так, в конечном итоге, оно все равно куда уйдет, когда оно перестанет производством, именно человеческим производством, которое именно обеспечено мышлением базового процесса. То есть оно идет в интернет, то есть оно выпадет в осадок, выпадет вообще. Смотрите, что я имею в виду. Я имею в виду, что каждый раз происходило так, что определенного рода, как вы говорите, базовый стволовой элемент, он становился, ну, на него опирался, и возникал новый уровень, более совершенный, более, как бы, свободный. Так вот, те ограничения, которые имеем и мы, могут преодолеть только своего рода роботы, да, вот такого нового вида роботы. И из техносферы, буквально, в смысле, где объединится вот и биологическая, и человеческая, и техническая. Ну, во-первых... А интернет, это когда это сейчас? Нет, 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 нет. Роботосфера. Нет, я объясню, значит, во-первых, что еще характерно, что никогда, никогда предыдущий уровень, ничего с ним не происходило при переходе на следующий этап. Химия как была, так и осталась. Биология как была, так и осталась. Мы не получили супер-пупер биологический организм. Не получили. Мы не получили супер-какую-то химическую реакцию, которая вот не... Вот все, что было зафиксировано на переход к биологии, никаких других биологических реакций, химических реакций у нас не возникло. Точно так же здесь ничего нового на собственном уровне биологического не получилось. Так и здесь ничего нового производственного на следующем уровне не будет. То есть мы не можем ожидать, что следующий эволюционный уровень должен быть связан с каким-то или супер-пупер-разумом, или супер-пупер-производством. Мы останемся, конечно. Мы останемся, а там будет точно так же, как, скажем, не формулируется, что такое воспроизводство биологическое на химическом языке, точно так же, как на биологическом языке, не формулируется наше производство. Мы не знаем. Попробуйте объяснить коту, что такое производство вискоса. Это точно так же. Все, что мы сможем сейчас говорить о постсоциальном уровне, это будет то же самое, что кот будет разговаривать про производство вискоса. И единственное, если мы говорим, что должна быть некая система, то есть если у нас стая еще шире охватилась, то есть сообщество, это еще шире стая стала, социум, то точно так же мы не можем рассматривать уже. А интернет – это как раз то, что шире. Это то, что объединяет, то есть, скажем, мы должны сформулировать, если мы здесь формулируем, что такое у нас жизнь. Это не химический способ воспроизводства химического синтеза. Что такое разум или социумная система? Это не биологический способ производства биологических отношений. Следующее – это, значит, не социальный способ воспроизводства социальных отношений. Ну, не социальный. То есть, значит, не основанный на взаимоотношениях между людьми, а какой-то другой. Вот единственный претендент на вот это другое, которое не социальное – это интернет. Да. У меня, знаете, вопрос такой к вам. Первый, наверное, чисто организационный, потому что последняя часть доклада как-то скомкана получилась. Наверное, просто надо, как бы, этой части больше, так сказать, посвятить. Не быстренько, так и подробно. Я отвечу сразу же. Это мое пожелание. Нет, я отвечу сразу же на это, потому что, в принципе, в принципе, я даже не рассчитывал, что это возможно со слуха понять. То есть, в данном случае, моя задача была, скажем, возбудить интерес, сказать, что вот есть некая структура, понять ее, кто захочет, пойдет возьмут статью и прочитает. То есть, это просто, я говорю, я утверждаю, что я и не ставил целью. То есть, нужно было, ну, вот, посвящать каждому из этапов, по часу, долго. А последняя у вас часть доклада, просто она получилась скомканная. Скомканная, да. Она не соответствует первой части. Первая часть – это там все понятно, логично, как-то шло. А вторая, что-то вы там начали конкурс, и слово, значит, интернет там у вас, ну, как... Но если вы не поняли, значит, нужно читать статью. Вы имеете в виду, под каким-то... Вот сейчас звучит слово интернет, оно как-то звучит, ну, нелогично здесь. Ну, хорошо, я думал, что... Вот и Булат сделал такого же... Нет, я не это сделал, это замечание. Я себя прекрасно все понимаю. Просто интернет очень похоже просто на некое средство, которое добивается некого нового сообщества, а не похоже на новое образование, которое... Дело в том, что если бы в данном случае под интернетом, ну, естественно, в кавычках интернет, не наш нынешний интернет, то есть это то некое образование не социальным способом обеспечивает... То есть, по сути, если мы говорим, что у нас производство может выпасть в осадок куда-то, да, то есть уйти, то интернет, то есть вот то, что будет обеспечивать производство, не путем нашего труда и взаимоотношения, а каким-то другим способом. Это вот то информационное поле, в котором мы, в принципе, даже и влезать не будем. Мы будем рядом с ним находиться, мы будем пользоваться им, как код пользуется вискусом, да, но что там будет происходить, как будет работать в холодильнике, мы даже не будем знать. Мы не можем знать это. Мы не можем это сформулировать никак. На нашем социальном языке это не социальный способ. Скажем, если искать что-то не социальное в конечном этапе развития социума, это и есть в этой глобальной сети. А вот еще можно вопрос связанного. Во всем этом видится некое движение, в котором есть направление выделенное, да? Не просто хаотическое движение, а на самом деле какое-то разумное движение, которое имеет даже определенного рода цикличность и логику. Откуда эта логика взялась? Это наше привнесение в этот процесс или она внутри вложена? Ох, ну вот вопрос такой, что в данном случае я сказал, что это, и вот когда я рисовал еще уникальность, консервативность, специализация, это вот это эмпирические наблюдения. То есть просто вот если разложить, начинать сравнивать, получилось вот так. То есть эволюция движется разумно? Вот. Это другой вопрос. А почему именно так? Почему действительно, ну, можно спорить, но, в принципе, вот этапы движения биологической эволюции и социальной, они, в принципе, совпадают по каким-то своим элементам. Так это вот наше желание, или все-таки так кажется, что похоже так, что работает... Ну, я думаю, что работает некий механизм. То есть некий механизм, который работает, который поддается научному исследованию. То есть когда мы берем организм биологический и начинаем его, онтогенез исследовать, от первой клетки деления до взрослого человека, там, до взрослого организма, мы же видим там тоже какие-то совершенно однозначные этапы, которые повторяются от одного, онтогенез, и мы это исследуем. Так что, вот, и здесь тоже, скорее всего, наблюдается какая-то закономерность, которую можно исследовать. То есть это предложение к исследованию структуры эволюционных уровней. Нет, просто есть всегда сомнения, да, и... Что это мы их такое увидели? Да, что мы, на самом деле, циклические существа, мы хотим везде увидеть некоторого последователя. На это есть ответ такой, что в этом, на этом построена вся наука. В любую науку, даже физику, можно сказать, что мы хотим увидеть там вот эту воспроизводимость. То есть наука, в принципе, изучает воспроизводимость что-то. Мы не изучаем уникальные элементы, мы не изучаем что-то экстраординарное, мы не изучаем флюктуации какие-то случайные, а мы изучаем то, что регулярно... регулярности. И поэтому, если мы хотим на что-то смотреть, мы видим регулярность. Поэтому, вполне возможно, мы сами это привнести туда, эту регулярность. Но, с другой стороны, она, она есть. Эта регулярность, она есть какая-то и воспроизводима на всех этапах. А цель-то процесса какова? Потому что явно вот высвечивается какая-то цель. Куда мы вот движемся это вообще? Ну, это не входит в тему сообщения. А я бы сказал так, что если предположить, что по какой-то флюктуации когда-то вот единое, нечто единое и неделимое, некий Брахман, некий универсум абсолют вдруг раскололся, и он начал собирать себя. Собирать себя по кусочкам опять. Но собирая себя, он еще больше раскалывался. Вот. И вот эта дифференциация и параллельная интеграция идет к тому, что опять все схлопнется в единое, неделимое, некий универсум. То есть в последнем этапе познания себя универсум схлопнется и превратится опять в ничто. Ну, так можно сказать. То есть вот и как раз же, если говорить о дифференцированности биологического этапа и социального этапа, то с одной стороны, социальный этап более дифференцирован на различные элементы, но с другой стороны, он более целен. Интернет еще более целен. То есть это вообще, кстати, опять же, если говорить об интернете как стволовом элементе, он возможен только как уникальный. Не может быть двух интернетов, не может быть двух, и единый алгоритм, то есть единый протокол. То есть единый протокол и только один. Как и хомо сапиенс, один. И как жизнь на едином генокоде. И интернет тоже. Почему так? Вот почему так получается? Почему, например, в социуме не могло быть двух видов? Они начинают конкурировать и друг друга уничтожать. Пока один не выиграет, и потом на базе одного уже развивается все остальное. Да. Так же и с кодами. Если будет, допустим, на интернете два каких-то кода, то у них будет конкуренция и выиграть в итоге один. А другой почему? Почему-то везде идет борьба и вытеснение, и много чужого. Ну вот есть предположение такое, что следующий эволюционный уровень не может быть в двух экземплярах. И поэтому всегда один какой-то экземпляр вытесняет другой. То есть если вот везде здесь биологическое и социальное сообщество может много, но вот начальный элемент всегда уникальный. Хоть ты тресни. И сколько предположений было, что, скажем, у нас биология могла бы возникнуть на кремнии, да? В принципе, можем предположить. Но все равно только все, что мы видим, все биология, она вся на углероде. Тоже генокод может быть разный. Это одинокий, одинаковый генокод. Один вид хомо-сапис и один интернет с одним протоколом. Не может быть разных протоколов в одном и нескольких интернетах. То есть она не будет интернетом, да? Ну и еще вот это параллельный вопрос. Раз это необходимость самого процесса, получается ли так, что где-то может быть в космосе, да, бесконечно, все то же самое повторилось? Или повторяется сейчас, да, и на разных уровнях? За скобками, ну, знаешь, геопатетически сказать. Нет, вы говорите, есть ли это необходимость. Не мы вложили в процесс, а если это необходимость самого процесса, то она должна быть необходимой везде. Ну, правда, есть один логичный ответ на это. То есть если мы предполагаем, что стволовой элемент уникален, и вот экстраполируем и к началу, и к концу, то, скорее всего, эволюция мироздания, или Вселенной, или мира едина. И нет, что, скажем, биологическая жизнь возникла здесь, через несколько миллиардов здесь, потом здесь. То есть это единый процесс всего мира, и он начался с одной точки. То есть с одного какого-то... Нет, это не взрыв, может быть, понимаешь? Просто начался как единое, и закончится должно как единое. То есть хотя можно предположить точно так же, как у нас, скажем, зарождение млекопитающих было на разных континентах в одно и то же время по-разному. То есть, может быть, жизнь тоже зародилась на разных планетах в разных концах метагалактики, да, но, опять же, предположительно, что это процесс параллельный, одновременный, и мы потом соединимся где-то наверху. Ну, не так, что это вот здесь, потом здесь, потом здесь. Да, здесь интернет будет, короче. То есть да, какое-то единство, и именно вот самое, что поражает, именно вот уникальность универсальных стволовых элементов и возможность вот их специализации, объединения в организмы и соединения организмов в надорганизмы. То есть все это... Вот и именно плюс вот тут четкость прохождения вот этой границы, когда мы выделяем некий уникальный элемент. И этот уникальный элемент воспроизводится или производится новым способом, не свойственным. То есть воспроизводит то, что было на предыдущем уровне, новым способом, который как бы не описывается предыдущим. И это четкая граница между эволюционными уровнями. Было бы логично, если бы наша Земля стала одним единым организмом? И специализировалась уже и территориальная, и прочее. Нет, это поговорим внутри социума. Я понимаю, но просто как бы это был предел этого объединения, которое возможно. Нет, предел, скорее всего, если мы будем отслеживать эту эволюцию дальше, то, конечно, предел метагалактический, то есть мир мировой. А, все еще глобально. Ну, тут можно... Один из вариантов, то есть, скажем так, что я проявил, что мир стал мыслить себя, и мысли себя, он стал распадаться на элементы, и потом, когда последним актом мышления, он их опять объединит в одно понятие, и на этом мышление и закончится. Либо другой вариант, что для объединения, скажем, в организмы требуется все больше энергии. То есть, для объединения в биологическую клетку, или в молекулу, потом в клетку, потом в организм, потом в социумы, требуется больше и больше энергии. И окажется так, что на последнее объединение потребуется вся энергия Вселенной, и он поглотит и схлопнется. То есть, вот, потребление все больше энергии на объединение каких-то новых организмов, и вот так можно представить себе конец мира.